Дорогие друзья, меня попросили ответить на вопрос, он длинный, я его зачитаю. Правда ли, что в психологии есть железобетонный принцип? Чем больше ожиданий по поводу какого-то события, тем выше вероятность сокрушительного разочарования. Больше ждёшь, меньше получаешь. Меньше ждёшь, больше получаешь. Говорят, что этот принцип не имеет исключения, и правда ли это. Есть ли подобная закономерность? Ну, я вам точно скажу, что в этом мире есть любые закономерности, кроме тех, которые устанавливает человечество. Человек — существо такое, что оно, конечно, любит везде находить закономерности, поэтому мы так любим всякие разные приметы, поэтому мы верим в гороскопы, поэтому мы так любим всяких разных прогнозистов и так далее. На самом деле, жизнь постоянно преподносит нам сюрпризы. Жёсткие закономерности есть в работе мозга, но у него есть определённые закономерности работы. Есть закономерности физические, там, Ньютон какие-то выяснил, какие-то Эйнштейн, какие-то Борт и так далее. То есть закономерности есть в мире объективно существующем. В субъективных наших состояниях закономерностей нет. Если мы говорим про ожидания, то, конечно, многое будет зависеть от того, какой у вас тип личности, какой у вас темперамент, какие у вас наработанные жизненные опыты, какие у вас есть навыки и так далее. Во-первых, это, мне кажется, немножко такая позиция соглашательская, когда мы говорим, ну, давайте многого не будем хотеть, и тогда мы не сильно будем разочаровываться, и если я мало хочу, то, может, всё, что пришло, всё будет много. Ну, она, может, и неплохая, и в каких-то ситуациях, может быть, это имеет смысл делать. Если вы оказались в каком-то действительно не самом лучшем положении, то можно так и думать, понимаете. Если у тебя ничего нет, то тебе буханку хлеб принесли, и ты довольный просто со страшной силой, если ты не ожидал, что тебе такое счастье выпадет на твою голодную жизнь. Ну, наверное, так можно про это говорить. Но на самом деле нам нужно иметь вот такие большие жизненные цели. Главное только, чтобы эти большие жизненные цели вы не конкретизировали очень, вот, очень, очень... Ну, не конкретизировали, да? Значит, вот, если вы хотите увеличить уровень собственного благосостояния, вы можете думать, что я должен начать зарабатывать больше и пойти требовать, чтобы вам повысили зарплату. Может случиться разочарование, честно скажу. Потому что вам скажут, извините, мы как раз хотели вас, так сказать, подсократить с ли конца. Вот, поэтому... Но если вы так думаете, что вы хотите увеличить уровень собственного благосостояния, вы можете смотреть, за счет чего вы это можете сделать, кроме того, чтобы попросить, чтобы вам стали больше зарплату делать. Вы можете придумать какой-то проект, вы можете взять какую-то дополнительную работу, вы можете пойти освоить какой-нибудь дополнительный навык и его использовать для того, чтобы, там, увеличить свою ценность на рынке труда, или свой бизнес открыть, там, и так далее. То есть нужно всегда использовать вот эту нашу... У нас там вообще, если кто не забывает иногда, голова это не для того, чтобы есть, голова это для того, чтобы думать, да. Ест вот тут, там, кишечник вообще ест, желудок даже не ест, понимаете, только кишечник. Вот. А голова, она для того, чтобы думать. И когда вы ставите цель, вы должны понимать, что есть очень много разных стратегий, которые позволяют вам до этой цели добраться. Потому что в конечном счете цель это то, что вы хотите ощущать, то, что вы хотите получить как собственное ощущение, да. Потому что если вы, например, очень сильно... Вот давайте договоримся. Вы, например, очень сильно хотите какую-то машину, да. Вот. И я с вами поиграю в этот, как это, пари такое заключимое. Я вам дам машину, но специально сделаю так, чтобы вы были несчастны. Ну, дам вам какую-нибудь таблетку, чтобы вы все время были несчастны. И у вас будет вот машина, какая вы хотели, и несчастье. Вы как будете? Вы мне скажете, забери машину. Это вот, кстати, была даже сказка такая в свое время. Я же не помню, что написал, она называлась сказкой о проданном смехе, да. Когда мальчик хотел красивой жизни, но за это у него попросили просто, чтобы он свой замечательный смех отдал. Он отдал, получил красивую жизнь и затасковал, да. В конечном счете мы ищем, кто, как мы будем себя чувствовать. И если вы ставите перед собой задачу, что я хочу себя чувствовать как-то, да, например, востребованным в этой жизни, с большим количеством социальных связей, там, я не знаю, с интересным большим делом или проектом. Это хорошая цель. И надо ставить, и надо к ней идти. Но что это будет за проект? Вполне возможно, что эта ситуация поменяется по ходу пьесы, потому что вы начнете делать одно, другое, третье, пораскинете мозгами и увидите, что вот там есть дополнительные возможности, которые вот дадут вам то, что вам нужно. И вы, перестраивая, используя механизмы, инструменты мышления, собственную, поднастраивая себя, вы будете доходить до вот этого ощущения, которое вам на самом деле нужно, которое вы ждете. Многие хотят, например, там, большой чистой любви. Вот это, конечно, молодцы. Они это хотят, ходят, проверяют, берут человечка, и так, есть большая чистая любовь? Человечка говорит, есть. Дальше раз, и оно все проваливается, понимаете? Потому что любовь, она, как это, большая чистая, имеет продолжительность. Вот отношения, которые дадут вам ощущение уверенности, которые дадут вам ощущение радости, которые дадут вам ощущение тепла, близости, эти отношения можно строить. И для того, чтобы такие отношения построить, внимание, это вот, я сейчас науку говорю вам, да, закономерности, если вы хотели, закономерности. Для того, чтобы у вас такие отношения появились, вы больше 300 часов должны человеком проговорить глаза в глаза. Кстати, сколько времени, 300 часов, глаза в глаза, с человеком проговорить, что-то вместе поделать, там, и так далее. А до этого он просто не прорастет достаточное количество нейронных связей, для того, чтобы вы эту фундаментальную такую доброту, тепло чувствовали. То есть вы до этого должны пройти этот путь. Для этого, кстати, психологию тоже надо знать. Это я сейчас сообразил. Но психологические законы, вот они есть. А то, что вы меня спросили, нету. Вот такой сегодня вам рассказ.